Собака лежала где-то здесь, в крови, в стороне, на ноге. Сергей Хозин с другом первыми оказались на месте трагедии. К сожалению, очевидцев случившегося найти не удалось. Около 11 часов утра жители только слышали два громких выстрела и виск собаки. А позже около стоянки нашли раненого пса. Животное было сильно напугано, но мужчинам удалось поймать собаку и отвезти в ветеринарную клинику. Мы ждали, делали операцию, то есть вытаскивали дробь из него. У нас есть рентгеновский снимок, где отчетливо видно 5-6 дробинок достали. Кость не пострадала собаке. На рентгеновских снимках отчетливо видно этот дробовой выстрел. Есть и медицинское заключение ветврача. Получается, стреляли в животное из охотничьего ружья. Жестокость произошедшего жителей поселка не только возмущает, но и пугает. Если кого-то раздражает собака сегодня, то есть опасения, что этого невменяемого может раздражать крик, плач или игра детей. И чем это может обернуться впоследствии, очень для нас и очень тревожно. Как точно все произошло, остается только догадываться. Возможно, стреляли из окна какого-то дома или прямо на улице. На территории жилищного комплекса есть несколько камер видеонаблюдения, но записей они не сохраняют. К сожалению, у нас не ведется запись видеонаблюдения. У нас они в онлайн-режиме, камеры работают. Я приложу все усилия, чтобы правоохранительные органы установили стрелка и все обстоятельства. Заявление подано, будут искать. Но, к сожалению, свидетелей того, кто это был, нет. Все только слышали, но никто конкретно не видел ничего, что навело бы нас на человека, это совершившего. По словам старшего инспектора группы по связям со СМИ ОМВД России по Ленинскому району, Светланы Борзенковой, на данный момент правоохранительными органами ведется проверка, после которой будет принято решение. А за судьбой собаки жители продолжают следить. Они собрали деньги на операцию и дальнейшее лечение животного. Сейчас дворняга по кличке Роза идет на поправку. Она находится на реабилитации в приюте «Домашней выбери меня», где за ней ухаживают ветеринары. Сейчас собака в стабильном состоянии, где-то дней 5 антибиотик будет получать. И, соответственно, мы ее простерилизуем. И, если все благополучно будет развиваться и в дальнейшем, без всякой инфекции и так далее, мы ее выпустим на место. Сотрудники приюта надеются, что скоро друг человека сможет жить своей обычной жизнью. Ну а по факту случившегося найдут виновных. Ведь по закону отстрел собак причисляется к жестокому обращению с животными. Ирина Бокова, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ.